Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы смотрите торговый обзор финансовых рынков от компании Инстафорекс. С вами я, Екатерина Недачина. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о перспективах ценовых изменений на валютной паре еврофунт. После комментариев главы ЕЦБ, прозвучавших на прошлой неделе, единая европейская валюта оказалась под давлением. На строение участников валютного рынка теперь заложено ожидание ослабления монетарной политики в следующем месяце. Вместе с тем от Марка Карни, главы Банка Англии, трейдеры ожидают комментариев относительно того, насколько близок момент начала повышения ставок этим регуляторам. На фоне различий в возможных действиях со стороны двух центробанков положительная корреляция между евро и фунтом стерлингов может быть нарушена. Вследствие этого валютная пара еврофунт может продолжить начатое ранее снижение. Основной вопрос здесь заключается в том, какие возможности это движение может дать трейдерам. Об этом мы поговорим с экспертом компании, насвоя за с нами, консультант-аналитик Инстафорекс Виктор Першиков. Виктор, добрый день, что вы думаете о ситуации вокруг заявлений глав ЕЦБ и Банка Англии и что ждать от пары еврофунт в ближайшее время? Продолжение следует... Какова техническая картина сейчас на паре еврофунт? Насколько она располагает к продажам? Продолжение следует... Виктор, в самом начале вы говорили про евро. Пара евро-доллар сейчас снижается. Где стоит ждать ее в ближайшее время? Виктор, я благодарю вас за комментарий. На связи с нами был эксперт компании Инстафорекс Виктор Першиков. Это был торговый обзор финансовых рынков от компании Инстафорекс. С вами была я, Екатерина Недачина. Оставайтесь с нами.